До конца недели в Лиде можно окунуться в уникальный мир ангелов. Тематическая экспозиция развернута в районном центре культуры и народного творчества. Все экспонаты трудмастеров в различных техниках. От соломоплетения, ручной вышивки и макраме до использования фоамирана, полимерной глины и декоративных свечей. Всего здесь представлены авторские хендмейды 28 ремесленников из Лиды и Ворнова. Дебютанткой выставки стала 15-летняя Анастасия Бурдевич из соседнего райцентра. Самой старшей рукодельницы 70. Показать себя здесь смогла и творческая молодежь, пятеро воспитанников Лидской художественной школы. Для районного центра культуры и творчества такие выставки уже стали доброй традицией. Ежегодно в канун Рождества выставляются работы местных умельцев, посвященные новогодней тематике. В этот раз организаторы посвятили экспозицию ангелам. У каждого человека есть свой ангел. А у творческого человека он, наверное, очень особенный. Потому что восприятие у творческого человека свое, неопределенное, какое-то очень интересное, сказочное. Было очень интересно посмотреть на творческого ангела. Связь с нашими лидскими мастерами у нас хорошо налажена. И у каждого мастера кто-то предоставлял одного ангела, а кто-то целую коллекцию. Поэтому на самом деле очень интересно было посмотреть. Они все не похожи, они все разные. Экспонаты показывают разнообразие современного творчества, включая как традиционные, так и новаторские работы. К примеру, в стиле пэтчворк. Мастер Елена Ковалева создает из лоскутов ткани настоящие картины, как абстрактные, так и сюжетные. На выставку женщина привезла еще несколько ангелов, но уже выполненных в другой технике и авторскую куклу. Это моя кукла, она в технике вязания крючком, техника амигуруми. Также вот здесь предоставлена вышивка крестом. Тоже вышивала ангелов. И вообще тема ангелов – это моя любимая тема. И я периодически тоже что-то делаю в технике вышивки или вязания, или шитья игрушек из ткани. Но еще хочу попробовать другие виды техники. Вот, валяние или еще что-нибудь, лепка. Посмотреть выставку «Час Анюлау» можно до 20 января.